здравствуйте так сегодня у нас турнирная игра это встреча лабиринта и саина в рамках warcraft survive battle по-моему так это корейская лига называется она идет параллельно с all-star лигой поэтому ее не стримлю почему сделал выбор в пользу all-star лиги все просто на корейской хапач не играет на all-star лиги играет вот но помимо хапача там все топы есть и лин романтик к хамун 120 ну в общем все все кроме хэппи так вот в группе у нас встретились лабиринт саин фокус и пинг пинг это китайский молодой андет он сейчас последнее время играет на сервере sky на старом патче перспективный был молодой человек но подкосила его нелегкая игра на андетах и он ушел к sky в общем пинг 0202 отправился домой лабиринт уступил саину в венерах и упал в узера где справился с пингом саин после того как обыграл лабиринта отъехал от фокуса соответственно фокус вышел на первом месте а лабиринт и саин вновь встретились в нижней части сетки и играют за выход из группы что мы видим мы видим тм и мы видим дредлорда от лабиринта если посмотреть касты на ютабе то может сложиться впечатление что андеты постоянно играют дредлорда но на самом деле это редкость именно поэтому эти игры чаще попадают на каст конечно там 90 плюс процентах это дк но лабиринт как раз один из тех немногих андетов которые любят катнуть дредлорда впрочем от него этого ждут то есть саин увидел дредлорда может попробовать сбегать отменить шахту да надо отменять ой зря ой зря полез он мог просто шахту пойти отменить но решил вписаться за точку и потратил вот тут у него проблемы начинаются саин саины вместо того чтобы отменить шахту и жестко задержать андета по экономике он решился вписаться в битву за эту точку и в итоге потерял бейда это печально да у меня еще лежит игра на каст на и наверно уже не буду записывать где саин 120 прокатил когда тут дредлорда играл но тут у него руина происходит на старте проблема даже не только в том что он потерял бейда в том что андет теперь вы понимает что ему ничего не грозит поэтому скрипит супер жирные точки спокойно достраивает шахту после чего жмет течь то есть он и крепится ультра уверенно и быстро и течится без проблем ой 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 посмотрим как сейн будет выпутал выпутываться из это непростой ситуации в которой он сам себя загнал видим два бестиаря таурен тотем возможно таурен будет нет shadow hunter вторым героем но райдеры под эмпати это нормально для того чтобы поджать андета но конечно там уже третий дредлорд там уже встала шахта ну почти встала а тут у нас абсолютно голый blade ладно не абсолютно голый у него два два слабеньких девайса в наличии имеются короче ну вот сразу сразу сюда надо было идти саин эх заблайтился на эту зеленую точку ну тут уже конечно опасно здесь уже он никуда не успевает лабиринт продолжает крепить дредлорда может быть и верны будут нет сразу райдеров иногда арки делает две верны чтобы полностью контрольно от карты захватить потому что дота 2 у андета нет инструментов для того чтобы верно противостоять то есть он может вышки загрэдить но вне базы драться с ними никак не может но на самом деле он и с райдерами под эмпатией драться особо не может хотя при таком прокрепленном дредлорде при большом количестве гулей может чего и получится ой идет тут подхарас но убил одного околита и на этом я думаю заслуги бы еда закончится но еще двум околитом не дает добывать почему потому что нерубка криво стоит у лабиринта она ну вот тут и должна была стоять чтобы простреливать всю шахту а так blade нашел тут угол атаки райдеры с исходя туда подходят но попадаются гулям сразу слип шэдоу хантер а правда тут сейчас тролль застрял от роля крипы забирают хекс слип ну должен должен тут убывать с ху вряд ли отпустит борется исха за свою жизнь еще один хекс в дредлорда и все-таки отпускает потому что тут крипы бьют сзади лабиринт решил не рисковать не упарваться в этого шэдоу хантера просто докрепить точку а саин похоже идет в атаку но берет мерков лабиринт берет четвертый левел бредворду вторая аура ну не то чтобы она сильно полезно будет но и сейчас ауру вкачать можно кореон конечно взять но первый кореон ультра слабый он потом переучиться на него но тут должна качаться аура слушайте не рубку теряет долго возвращался скриппинга и благодаря райдером которые кинули сетки вокалитов и они не смогли чинить зигурат в итоге зигурат выбился и сейчас второй blade будет но сколько же тут гулей приходит зажим райдера слип становится бесполезен когда появляется спирит линк потому что спирит линк распределяет урон по всем юнитам которые под линком поэтому ну допустим он слипит блэйда бьет райдера и часть урона распределяется на блэйда и блэйд сразу просыпается соответственно слип висит там ну полсекунды сколько у него есть вот времени когда его нельзя сбить в общем тут уже пора переучиваться на кореон суворм отбился лабиринт я бы не сказал что прям с очень большими потерями в принципе нормально тут не пошел в быстрый т3 саим ну потому что три производящих тани я думаю он сейчас либо продолжит алынить либо закажет эксп потом пойдет дальше поджимать ну на пол-левела shadow hunter на строгал я думаю что саин рассчитывал на большее проблема в том что он деда течь быстрый но сравнительно из-за того что не получилось ему отменить тут шахту ни разу лабиринт пока не дошел до магазина не переучил дредлорда дредлордом очень страшно выходить с базы без телепорта потому что райдеры его никуда не отпустят плюс там хекс еще сверху имеется добежал до экспо здесь магазин ключевое строение где можно будет банки закупать тут есть большая банка хп на дредлорде поэтому ему страшно но не сильно окей укрепляется вышками готовится к этому поджиму от саина и поджим пошел вышки андедовские тяжело пробиваются но урона дают немного то есть 27 32 30 урона причем они не так часто стреляют поэтому орк в принципе нормально себя чувствует когда дерется под вышкой под двумя не слишком большое дело сейчас дредлорда могут принять блин саину отменить бы магазин но он его заигнорил идет дредлорда там большая банка хп хекс рановато он не успеет его убить фикси адрид лорд банку должен жать пока следующий хекс не выхватил и тут встал магазин очень вовремя и тогда был бы шанс затыкать дредлорда а так саину приходится отступать или нет но тут уже еще вышки встали райдеры биты с хани 3 2 хила нет дорезал последнюю гульку и отходит кстати за динайл ее лабиринт старается ну и что дальше саин дальше жмем тэч и все-таки шкатулку будет кидать орк еще может против андеда который играет фаст эксп можно бегать и нападать сначала на эксп потом на мейн а андед без телепорта если пытается возвращаться то ему райдерами просто перехватываешь героя убиваешь тут пока непонятно чем дефаться лабиринт он прохалявил с вышками на мейне срочно их заказывает но не факт что успеет их достроить теряет бойню магазин есть магазин в довольно безопасном месте стоит туда орк вряд ли полезет так дредлорд пошел да дредлорд наконец-то переучился на стаю вышки встали но саин идет их выбивать сразу магазин тут спасет в итоге банки сможет закупать телепорт у дредлорда имеется ух какая стая 3 блэйд приятно тут нарезает но 3 с х был бы важнее 2 хил контрил бы за духу дредлорда ух минус и верно минус райдер слип блэйда чтобы меньше уронов делу входило и тп вглэйт базы в окей затерпел причем т3 параллельно доделал лабиринт то есть его давили но он сильно не боялся проблема в лимите что-то у лабиринта 27 лимита и особых запасов по золоту нет тут несколько гулей до заказе на этом все а у саина должен т3 уже доделываться он просто купит шкатулку и сравняет экономику причем из-за того что у него поздний т3 он много леса накачал соответственно просто переведет 5 рабов с леса на экспо ему не надо будет рабов достраивать то есть арку тут легко стабилизировать ситуацию по экономике что будет делать лабиринт лабиринт оказался без гулей поэтому вынужден покупать шлёдор не часто андеда андеда наверно трасса который же все шлёдор берет впрочем арки тоже редко да арки гулю потерял небрежно открепиться чем андеды часто гулями справляются но вот при игре в фаст экспо нога все-таки появляется и у них потребность шлёдоре ну хумы хумы больше всего шлёдоров любят или фы тоже любят андеды и арки реже всего используют я даже не знаю кто реже наверное все таки андеды хотя чёрт его знает арки берут шлёдора тоже вот только при таких играх когда ну вот если сейчас игра под затянется и сейн поймет что ему не хватает леса то он вряд ли он будет достраивать рабов скорее как раз тоже шлёдора купит так во что будем выходить масс гули какие-нибудь вермы что еще тут можно придумать лабиринту я даже не знаю проблема гулей в том что там таурен появится скоро у саина пока его не заказывает потому что денег нет потому что должен кидать шкатулку до кидать шкатулку как только деньги накопятся точно пойдет таурен и 3 таурен плюс прокачанный блэйт это просто смерть гулям в любом количестве 3-го таурена на тм не так сложно получить бойня жертвенник пока никаких там нанотехнологий в виде вермов мы не видим просто гули дистри стандарт проблема в том что у арка два героя качаются у лабиринта да дредлорд ультра прокачанный но он один такой а тут блэйт исха но пока они конечно отстают по прокачке 3-3 против пятого дредлорда обнаружил лабиринт экспант ну кинутую шкатулку идет туда харасит работяг с третьим кореном кстати быстрых очень выгнет потому что бурас еще не достроен прятаться им некуда минус все рабы но тут сейчас надо будет возвращаться дредлорду потому что сейн нападает на мэйн чуть-чуть он не успел прийти чтобы dl сразу вернулся деку зажали только вышел из алтаря и сразу обратно отправляется бойню тоже отменит сейн но потерял всех рабов на экспанде это неприятно пятого дредлорда под магазином и вышками вряд ли тут пробьет может быть даже выгоднее сейн уйти крипится а не долбиться в эти здания может быть скриппинга он больше бы профита получал а тут дредлорд просто откидывается корионами свиток и лвей в свиток но по итогу отобьется за вулон красиво конечно бойню возможно сломает но так ли это страшно для лабиринта вроде как особо никуда не спешит вроде уже решил full макро играть а вот у саина складываются то есть он меняет здание на юнитов и и курс какой-то невыгодный получился слип кодой а кстати слип работает потому что никого не бил из арховской армии в это время лабиринт хочется ему догнать все таки этого коду а кстати в коду и околит внезапно я думал он гулю съел он съел околита который вычинивал здание их банки мана нет нет есть банка мана на деке он пытается передать дредлорду ай но хекс дредлорда не успел прожать банку лабиринт ой какая армия у саина он понимает что надо ходить отсюда как можно скорее жмёт т.п. уйдут ай когда я все-таки добила гуля и околита спасли он сейчас вернется расскажет что он там где был что видел я думаю не поверят так делать где-то c где-то c у саина проблемы конечно ему пришлось потратиться на телепорт тут слитки отжим прожимал потерял несколько юнитов короче сомнительный получился налом лабиринт чувствует что инициатива у него в руках плюс 10 лимита и идет эксп давить но тут уже готов буров с работяги туда прячутся не все поместились не все но 4 человека влезли лич вышел у лабиринта все-таки стандартный набор героев просто порядок другой так буров спадает и рабов сейчас моментально доедает хороший заход вот это хороший заход сильный удар по экономике сейчас тп прожмет лабиринт потому что не хочется тут терять статую может попробовать пару ста еще откинуть но не думаю что в этом есть смысл да просто жмёт тп можно было и до этого хек сажать окей что по лимитам по лимитам 44 38 лабиринт уже серьезно вышел вперед будет ли он ставить еще один x пока большей добавляет 1 ходит с собой чтобы инвизну бы еда палить 2 отправляется на разведку может даже третий увидим большие много не бывает а больших от них отстроил на моему больших не купили он его на экспонте отстроил из продакшена пока два барака и бойня и все-таки в пауков свитчатся лабиринт но над этом сложно что-то придумать а во что выходить действительно все таки как ни крути а пауки неизбежны даже с дредлордом неплохой дропу саина плотненький блэйд немножко урона есть что у хантер с обе маской но таурена не хватает таурен таурен давайте позовем таурена все время денег нету саина то одно то другое то в рабов зайдут то опять в рабов зайдут то сам насливается на базе ван деда в итоге не удается ему тут скопиться а лабиринт пошел фул макро отвел дредлорда залутал эту красную точку без него вообще старается помимо экспортировать кстати смотрите в итоге две арбы купил лабиринт редко мы такое видим арбан арба на дредлорде чтобы он мог быть по воздуху вторая наличие чтобы удобно было фокусить может быть едики отдаст если там массы верны будут тот же хапач при игре в стандарт дк лич там алхимик против пиверн отдает лейти арбу деке чтобы у него все герои по воздуху отаковали может и лабиринт сделает такое ой ой какой шикарный дроп этот талисман амулет защиты он спасает от хекса и его можно сбивать кастом какого-нибудь юнита например если бы у саина были шаман он могу куртшки дать сбивать этот амулет и потом хексить но шаманов нет поэтому ну точечных заклинаний если нет то этот амулет очень полезный точечных заклинаний которыми можно его активировать это слоу у сорки допустим урт шамана какой-нибудь диспл триады что-нибудь из этой серии были отправляются на харас но тут есть буров все еще нет таурена у саина потому что в 50 лимита уперся может быть даже каких-то этих минотавров увидим что время нет 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 героя кстати он и пошел на может быть будут таурены юниты потому что тут уже готов great на воскрешение если он увидит что там земля преимущественно у лабиринта будет пауки может быть добавит но тут еще дистров много будет поэтому сомнительно но парочка лишними не станут их еще можно и воскрешать она того стоит бейдмастер страшный у саина просматривается но ему негде тут докрепливаться до пятого то есть он защищает эту точку и крепы остаются только на вот эта точка жирная и все остаются только острова и какая-то зеленая там остатки а так крипов больше на карте нет последняя обсерватория вот и последний меркенари вот но сюда уже добрался андет выступать и но я не намерен шейда конечно отлично отрабатывает не спеша она тут двигается за кодоем как за самым медленным юнитом дышит ему в спину но коду и толстокожие животные вряд ли они что-то чувствуют так битва битва ой 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 позиция может быть плохая надо виверными как-то врываться то есть в идеале ты сначала заходишь тавреном даешь стомпу потом врываешься виверными чтобы сетки они сразу не впитали ну стомп хороший хватит ли тут арка по лимитам лабиринта на 15 больше когда блэйд наяривает сейчас еще хороший стомп может быть слив диспл shadow hunter обхиливается еще вампирик аура есть с а конечно царский полу девайса блин неужели сами страны тут разбирает на гайде но нет мы видим шестой дредлорд инфернал 175 ман он стоит не хватает маны на инфернала минус т.ц и саин сдается так не посмотрели инфернала и в итоге лабиринт вышел из группы такие то есть он винирах проиграл саину лузерах отыгрался на этом все спасибо за внимание не болейте